Привет! В нашей программе только актуальная информация, которую мы рассказываем просто и понятно. И сегодня это. Что такое диспансеризация и кому ее необходимо проходить? Какие врачи осматривают пациентов? И как записаться на обследование? Я Леонид Филиппов, давайте начнем. Ну а прямо сейчас поговорим о вопросах, которые волнуют вас, наших зрителей, и на которые мы стараемся отвечать максимально подробно. У каждого петербуржца есть возможность подойти к нашему корреспонденту программы Объясняем СПБ прямо на улице и спросить все, что интересует здесь и сейчас. Здравствуйте, меня зовут Елизавета и у меня есть вопрос. Как правильно ездить на самокате? Что ж, этот вопрос крайне актуален в теплое время года, поэтому обсудить его точно будет не лишним. Начнем с базовых правил. На средствах индивидуальной мобильности, а сюда попадают электросамокаты, моноколеса, электроскейты и подобная техника, скорость должна быть не выше 25 км в час. А если вы создаете помеху для пешеходов, не более 8 км в час. Помните, на середине дороги вас будут не рады видеть как автомобилисты, так и закон, запрещающий это делать. Максимум, что возможно, ехать вдоль обочины и только по ходу движения машин. С тротуарами ситуация другая. Необходимо использовать велодорожку или велопешеходную дорогу, а только при их отсутствии можно ехать вместе с пешеходами. Но приоритет всегда будет за последними. Теперь обсудим ограничения по возрасту. До 7 лет на СИМах, средствах индивидуальной мобильности, можно кататься только в сопровождении взрослых, не выезжая на дорогу. С 14 лет без взрослых, но по тем же самым правилам. Таким водителям также можно выехать на обочину, но только в том случае, если есть все световозвращающие элементы и фара белого цвета. Максимальная скорость для автомобилей на такой дороге должна быть не более 60 км в час. Отдельная просьба от себя, как от автомобилиста, мотоциклиста и бывшего владельца электросамоката. Пожалуйста, перед пешеходным переходом остановитесь и сойдите с самоката. Так вас будет гораздо проще заметить и пропустить без происшествий. Когда вы выскакиваете из ниоткуда, у водителя просто нет времени отреагировать на это. Это касается как владельцев СИМов, так и велосипедистов. Ну а теперь поговорим о новостях, которые за эти сутки стали самыми важными для нашего города и не только. Проверить знания русского языка может каждый желающий более чем в 40 странах мира. Стартовала регистрация на акцию «Тотальный диктант 2024». Мероприятие состоится 20 апреля. Написать диктант можно будет как онлайн, так и очно. Для этого открыто свыше 1300 площадок. В Петербурге это ведущие вузы, музеи, книжные магазины, медицинские учреждения и даже аэропорт Пулково. Организаторы акции уверены, для того, чтобы совершенствовать владение родным языком, никаких пределов нет. Именно поэтому «Тотальный диктант» будут писать не только на земле, но и в космосе, под водой, в открытом океане и, конечно же, в воздухе. В 55 регионах уже в ближайшее время для туристов откроется больше полутора сотен новых отелей. Их построят по программе льготного кредитования. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он отметил, что реализация этих проектов позволит создать в субъектах России гостиницы с совокупным номерным фондом порядка 60 тысяч. Общая стоимость работ составит около 900 миллиардов рублей. Также Дмитрий Чернышенко поручил создать условия для следующей волны отбора проектов, которая в том числе будет способствовать развитию инфраструктуры проекта «Пять морей». Купить билеты в театр и оплатить счета за детские сады станет проще и выгоднее в ближайшее время. Уже в этом году сделать это можно будет с помощью системы быстрых платежей. Как рассказала глава Банка России Эльвира Набиулина, такое решение позволит людям экономить на комиссиях, так как все платежи через СБП для граждан бесплатны. А ранее с 1 апреля возможность переводить деньги через систему быстрых платежей появилась у организаций и индивидуальных предпринимателей. Продолжая наш эфир и переходим к главной теме. В прошлом году в Петербурге диспансеризацию прошли более 2 миллионов человек, из них почти 400 тысяч углубленную диспансеризацию. Это позволяет следить за актуальным состоянием своего здоровья и вовремя принимать необходимые меры. А с этого года в диспансеризацию включен скрининг мужского и женского репродуктивного здоровья, а также диспансеризация на работе. Возникает вопрос, а как записаться на осмотр, где его проходить и что делать с результатами обследования? Все это мы обсудим с нашей гостью, Ларисой Соловьевой, начальником отдела по организации амбулаторной медпомощи Комитета по здравоохранению. Добрый день, спасибо, что пришли к нам в студию. Добрый день. Давайте начнем с самого простого. Еще раз прямо проговорим, что такое диспансеризация и кому необходимо ее проходить. Диспансеризация – это такой очень важный комплекс мероприятий, который нацелен прежде всего на выявление хронических заболеваний. Диспансеризация проводится в два этапа. Первый этап – это профосмотр, такой скрининг. И второй этап – это уже дообследование, если есть соответствующие показания. Еще раз подчеркиваю, что он настроен именно на выявление наиболее важных заболеваний. Не всех, которые у нас есть, а вот те, которые являются основными причинами инвалидности и смертности. То есть человек, допустим, я прихожу в поликлинику на диспансеризацию, сначала меня осматривают, и в дальнейшем, если находят какие-то, скажем так, недочеты в моем организме, я ухожу на дополнительное дообследование. Да, на второй этап, на дообследование. Потом, наверное, частый вопрос. По итогам обследования, когда я получаю условную бумажку с результатами, вы выписываете рецепт, вы сразу говорите, все, иди лечись вот этим, вот этим, вот этим, или нет, чтобы не путать эти понятия? Диспансеризация все же имеет свои рамки, да? То есть она заканчивается тем, что мы говорим, у вас первая группа здоровья, вы практически здоровы, даем советы по ведению здорового образа жизни. Или что у вас третья группа здоровья, мы выявили, у вас хронические заболевания, и дальше даем какие-то рекомендации, это называется индивидуальное профилактическое консультирование. А вот уже лечение назначает врач по профилю, в зависимости от того, что выявили. Повышенный сахар направляем к эндокринологу. Если что-то выявили с глазами, то к офтальмологу. То есть к специалисту по профилю. Вы говорили про советы, я так полагаю, это общие советы для всех, вести здоровый образ жизни, больше спорта. А в зависимости от того, что указано в анкете. Анкетирование – это выявление факторов риска. То есть мы заполняем сами анкету, да? Да, кто-то указал, что у него какой вес, так скажем, ну, вес измеряется, да, но кто-то указал, что он курит, у кого-то еще какие-то есть вещи, какая физическая активность. То есть в зависимости от этого, если все нормально, то говорим, что все нормально. А если вот требуют коррекции, то и говорим, именно в какой части. Хорошо, тогда как это выглядит? Я прихожу к вам на обследование. Это занимает неделю, две, три. Сколько времени это занимает? Давайте начнем со времени конкретно. Ну, наша рекомендация всем врачам, что первый этап за один день. Если это не получается, ну, максимум 2-3 дня, в зависимости от возраста, так скажем. И там разный объем обследований у мужчин и у женщин. Вы приходите в кабинет медицинской профилактики. Сейчас во всех абсолютно взрослых поликлиниках есть такие кабинеты. Именно с него и начинается профосмотр и диспансеризация. А уже завершается она осмотром терапевта и заключением. Кабинет профилактики, там не лечащий врач, да? Это просто сбор данных, скажем так, о пациенте. Там именно врач вот этого кабинета медицинской профилактики, у него свои функции. И важнейшая функция – это именно проведение вот этих профосмотров и диспансеризации. То есть разъяснение начала, дальше маршрутный лист и на маршрут человека ставить. То есть у меня в голове просто был клише, был стереотип, что диспансеризация – это ты ложишься на несколько недель в больницу, где тебя практически под микроскопом рассматривают и только потом уже говорят, что с тобой может быть так или не так. Это клише. Нет, это амбулаторное мероприятие, которое мы стараемся как в более сжатые сроки его сделать, чтобы не было такого дискомфорта, как вы говорите, неделями где-то проводить время. Хорошо, тогда вопрос про количество людей, которые должны пройти диспансеризацию. Сколько в этом году, например, должно пройти человек такое обследование? Может быть, с прошлого года кто-то еще не завершил обследование? Ну, в 40 лет и старше рекомендуют ежегодно проходить диспансеризацию. Каждый год, да. В прошлом году прошел, в этом году тоже должен пройти, потому что здоровье меняется. И об этом как раз говорит то, что мы выявляем новые заболевания. В прошлом году ничего не было, в этом году выявили. 70% населения в этом году – это наша целевая цифра охвата. То есть 70% взрослых и 70% детей должны, ну, детей, может быть, даже больше, они 90% проходят, а взрослых – вот 70%, это более 3 миллионов человек. Это большое количество людей, но, опять же, это позволит тогда следить за здоровьем каждого человека, который прошел осмотр. Безусловно. И вот мы именно приглашаем больше всего тех, которые в прошлом году не проходили диспансеризацию. В первую очередь просим их прийти в этом году и осмотреться. Ну и давайте тогда прямо сейчас посмотрим сюжет нашего корреспондента Айны Керимовой, которая своими руками и ногами прошла диспансеризацию и расскажет о необходимости и полезности этого мероприятия. Проходить диспансеризацию или нет – дело добровольное. Но все же, чем чаще мы проверяем свое здоровье, тем легче и быстрее выявить то или иное заболевание. А оно может быть и тяжелым. Поэтому сегодня говорим о том, насколько важно ходить на медосмотры. Что такое диспансеризация и что туда входит? Диспансеризация – это комплекс мероприятий, скрининг-обследований в системе здравоохранения, направленные с целью на выявление факторов риска социально значенных заболеваний. У нас так построен механизм, что пациент за один день может пройти всю диспансеризацию первого этапа. Плановое задание в этом году у нас более 17 тысяч. На сегодняшний день у нас уже прошло более 5 тысяч пациентов. Отдаем паспорт, СНИЛС и Полис ОМС, после чего нас ждет первый этап диспансеризации – анкетирование, анализы и осмотр врачей. Это биоимпедансное исследование состав тела организма. Позволяет пациенту узнать жировой компонент, скелетные мышцы, водный баланс в организме, как соблюдает. Хорошо, например, для спортсменов, кто тренируется следить за своей формой, а также любому человеку, в принципе, интересно знать состав своего организма. Мы можем скорректировать, исходя из данных пациента, скорректировать питание, подобрать программу по калорийности. Ну и какая диспансеризация без сдачи крови? Мама дорогая. Нормально. Жить можно. В результате первого этапа у нас пациент отправляется на обследование к ряду узких специалистов, после чего возвращается к нам со всеми обследованиями, и мы даем ему заключение и определяем с ним дальнейшую тактику. Проверяюсь я раз в год, прохожу диспансеризацию, сдаю анализы. Ну, это занимает, если так без очереди, то быстро, где-то час. Сейчас вам все приведет? Да, потому что я пришла не к самому открытию к 9 утра, а уже к концу дня. Мы призываем вас всем медицинским сообществом отнестись добросовестно к своему здоровью. Полюбите себя, берегите себя. Мы желаем вам крепкого здоровья и ждем вас. Я очень хотел уточнить, пока смотрел сюжет. Правильно я понимаю, что, смотрите, дети в школе проходят осмотры на секции, просто у себя в поликлинике в школьной, студенты в институтах проходят осмотры, а потом создается временной лаг, когда человек как будто пропадает из системы здравоохранения. Вот, например, мне. У меня все в порядке, я никуда не хожу, и про меня система здравоохранения не знает. А потом, когда у меня уже, ну, прям все-все-все болит, я прихожу, и надо лечить уже с запозданием. Правильно я понимаю, что диспансеризация – это помощь нам отслеживать здоровье все время. То есть в детстве, понятно, обсудили, здесь диспансеризация, и будешь здоров, как говорится, всю жизнь. Вот вы совершенно верно сказали, что в более молодом возрасте вот дети, школьники, они действительно охвачены вот этими медицинскими осмотрами намного чаще, чем взрослые. Взрослые пошли работать, все, забыли уже, если только не больничный лист, не какое-то острое заболевание, часто не обращаются к врачу совершенно. И таких людей, к сожалению, много. Мы почему и говорим, что придите раз в год на осмотр, как сейчас говорят, проведите свой чек-ап по возрасту, поскольку у нас осмотры, во-первых, ну, для мужчин и женщин отличаются, и отличаются по возрасту. У более молодых там определенные, может быть, их меньше, а где-то с 40 лет и старше это онкоскрининги, поскольку риск развития онкологических заболеваний возрастает с возрастом. Вот, поэтому это очень-очень важно. А можно задать такой, можно сказать, более персональный вопрос? У меня, например, от папы привычка не ходить в поликлинику лишний раз, у меня все в порядке, это завтра пройдет, может быть, послезавтра. Вот мы как раз-таки и главная проблема для врачей, да? Вот, безусловно. Во-первых, как вы сказали, да, работающие, а плюс еще мужчины. Мужчины у нас на 20% каждый год меньше по численности проходят диспансеризацию, чем женщины. Потому что зачем нам вот это все... Женщин более ответственное отношение к своему здоровью. Даже вот в сюжете показывали две женщины. Говорят, ежегодно проходим диспансеризацию. Вот, поэтому мы, даже у нас есть отдельная база данных, мужчин трудоспособного возраста, и даже там с определенными факторами риска, и поликлиники имеют такую возможность пригласить их в первую очередь. Вот, это вот действительно группа риска. Мужчины трудоспособного возраста, которые не были в поликлинике 2-3 года. Угу, картина постоянная, с ней боремся. Тогда вопрос, как записаться на диспансеризацию? Что мне нужно сделать? Например, я понял, о, мое здоровье, моя ответственность, пойду наконец-то в поликлинику, давно там не был. Что мне нужно сделать? У нас традиционно 4 основные канала записи. Можно телефон 122, который все уже знают, портал здоровья петербуржца, государственные услуги, потом может быть колл-центр самого медицинского учреждения. Ну и можно прийти в регистратуру. Единственное, что у нас регистратура теперь электронная. То есть вот это расписание, которое мы выкладываем, в том числе и на диспансеризацию, оно везде одинаковое будет, что на госуслугах можно этот номерок взять, да, если вы его уже взяли, его уже не видно в другом канале записи, да, вот, то есть любым способом. Даже если вы пришли к врачу по другому поводу, и доктор говорит, может быть, вы пойдете диспансеризацию или профосмотр, если сейчас у вас располагаете временем, и такие способы тоже не возбраняются. Ну, я думаю, прямо сейчас будет уместным послушать мнение петербуржцев, которых мы спросили на улицах нашего города, а проходит ли они диспансеризацию. Давайте послушаем и потом обсудим. Мы давно не проходили по той простой причине, что мы находимся на учетах у врачей, и мы и так их посещаем, этих врачей регулярно. Я проходила диспансеризацию в январе по причине того, что ВУЗ это попросил, поэтому, да, и полностью обследовать свое здоровье тоже важно. Никогда. Как так вышло? Потому что я наблюдаюсь в частной клинике, по страховке от работы, мне не нужна диспансеризация. Ну, диспансеризацию я проходила последний раз перед поступлением в университет, там требуется пройти ее, чтобы выявить какие-то заболевания человека или понять, здоров он вообще в целом или нет. В моей поликлинике районной было, по-моему, года два назад меня гоняли по всем этим врачам, а сейчас я не ходила. Чего ходить-то, если я уж один раз был? В сентябре, в октябре вот я проходила, ну, потому что надо мне было. Все, доктор сказал, раз в год я и хожу. Ну, вот как раз наш опрос, подтверждение полностью ваших слов, что девушке более ответственным, мужчина в этом сюжете был очень ответственным, но он был единственным ответственным мужчиной, который попался нашему корреспонденту Айне Керимовой. Хорошо, тогда самый еще важный вопрос уточнить, а как проходить диспансеризацию на работе? С прошлого года у нас внесено изменение в порядок прохождения. Раньше можно было только по месту жительства. Вот тебе поликлиника по месту жительства, и не всем было удобно. Сейчас можно по месту работы, учебы. Собираются списки в организованных коллективах, дальше они передаются в ближайшую, так скажем, поликлинику, которая территориально расположена. Они, ну, там, сверяются с терфондом, чтобы не было так, что два раза в год мы не можем чека проводить, то есть не проходил ли он где-то еще. И дальше выезжает медицинская бригада, мобильная на это предприятие, или это школа, скажем там, да, то есть детский садик, еще там какое-то учреждение социальное. Вот, и те обследования, которые мы можем провести на месте, забор анализов, там, ну, много чего, мы проводим. Лучевая диагностика, это вот рентген, маммография, это, конечно, проводится в поликлиниках, поскольку, ну, на выезде это невозможно. Ну, еще флюорографию можем мобильным флюорографом провести, а вот маммография у нас проводится в поликлиниках. Тогда давайте обсудим результаты диспансеризации. Сколько за прошлый год, может быть, за этот год есть цифра, было обнаружено болезней у пациентов? Чтобы это было примером, мы вот с вами все время сейчас беседовали про полезность, а теперь про результаты, чтобы можно было понять правда, насколько она помогает спасти свою жизнь иногда даже. Ну, индикатором являются новые случаи заболеваний, то есть вот смысл диспансеризации, она для здоровых. Вот приходит, ничего не беспокоит. А в ходе диспансеризации выявляется, скажем, повышенное внутриглазное давление. Человек не ожидал, что у него признаки глоукомы. Или что-то находится, проводится кардиограмма. Впервые в жизни человеку проводится кардиограмма. Находится какое-то нарушение ритма, он его даже не ощущал. Такое тоже бывает. За прошлый год более 200 тысяч новых случаев заболеваний. 200 тысяч. Да, 200 тысяч. Но это всех заболеваний, всех. Чаще всего это болезнь системы кровообращения, ну, сердечно-сосудистые заболевания. И чаще всего повышенное артериальное давление. Как ни странно, казалось бы, все его измеряют, но, как выяснилось, не все, далеко не все. Вот. И впервые иногда давление, то, что уже выше 140 на 90, считается уже пограничной артериальной гипертензией, которая требует дообследования. Но вот за эти три месяца, хочу обратить внимание, за эти три месяца уже выявлено 704 случая злокачественных новообразований. Половина – это рак молочной железы у женщин. Вот. И, как правило, эти заболевания выявляются на первой, второй, даже нулевой стадии. То есть это очень благоприятный прогноз. Очень благоприятный прогноз. Спасибо вам большое за эти цифры, за эту беседу. Сейчас, после того, как вы назвали буквально несколько цифр, я понял, что наше здоровье в наших руках и насколько диспансеризация правда может спасти нашу жизнь, когда ты знаешь о состоянии своего здоровья. Дорогие зрители, я напомню, мы беседовали с Ларисой Соловьевой, начальником отдела по организации амбулаторной медпомощи комитета по здравоохранению. Это были главные темы, о которых мы хотели поговорить сегодня. Если у вас остались вопросы или мы рассказали не все, пишите нам, и мы обязательно вернемся с ответом. Я Леонид Филиппов. Объясняем СПБ. СПБ.